Девочка с мельницей Снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Kingdom Come Deliverance Да, это я Тереза Да, она меня спасла Вернулась с сотником, ворогом и его рыцарями Вот ведь героическая девочка Да у неё яйца больше, чем у многих мужиков Скажи мне, ты её отблагодарил? Ну, я сказал спасибо Думаешь, этого достаточно? Улучши момент и навести-ка её Так почему ты решил служить Рихтержу? Задание ухажёра началось, ага Я хочу служить пану Радцигу Научишься Да ты счастливчик, пану Радцигу ты люб Другой пан тебя попросту погнал бы Пойдём, Генри Надо обойти город, а затем проверить корчмы И убедиться, что они вечером закрываются Я готов Не забывай, что я к тебе присматриваюсь И с Божьей помощью чему-то научу Так что будь паянькой И не балуй мне тут Пойдём Я уверен, что ты не делаешь что-то, что-то глупый Пойдём 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 Экскурсия, блядь, по городу. Мы уже и без тебя по городу походили. Реши спор оружейника и нищенки. О чём шумите? Хватит тут беспорядки учинять. Ты вовремя. Эта грязная папирушка думает... Меня зовут Яна. Да кого волнует твоими? Эта грязная нищенка считает, что может сидеть и вонять перед моей лавкой. Прогоните её. Хорошо, попробуем что-нибудь посмотреть, что у нас тут есть. Разбирайтесь сами, разрешите ей остаться. Прогони нищенку, и ты считаешь себя христианином. Чем она вам мешает, пан мастер? Это моя лавка, и нищие мне на пороге не нужны. Пусть побираются на площади. Там она никому не помешает. А прохожих там тьма. Тебе обязательно попрошенничать именно здесь? Обязательно. Почему? Меня отовсюду гонят. Я же не могу ходить день и ночь. И ты считаешь себя христианином? Прояви христианское милосердие, оружейник. Что? Ты знаешь, сколько милостыни я раздаю? Даже этой ведьме вчера дал. Это правда? Может, да. А может и нет. Ты получила вчера подаяние? Да. От него? Не знаю. Но даже если так, это было вчера. А сегодня мой живот опять сводит от голода. Верно. Да тебе-то откуда знать? Либо мы оба, да? Блин, я просто боюсь, что я провалюсь. Ну и там, и там по пять. Мы оба подадим бедняжке милостыню. Мы оба хорошие христиане, не ли? Мы должны каждый дать что-то. И что дальше? А дальше Ян уйдет. Сразу же. Царем Соломоном себя возомнил? Что ж, будь по-твоему. Благослови тебя, Бог. И тебя тоже. Я больше не помешаю, честно. Спасибо вам. Господи, вы друг друга стоите. Зато я решил спор. Дальше идем. Экскурсовод. Че молчишь-то? Рассказывай давай. Рассказывай. Рассказывай. Новое знание. Ян Ежик по прозвищу Птичка. По-моему, там что-то горит. Нет? Мы туда не идем. Экскурсовод. Экскурсовод. Нам еще долго тут патрулировать-то. Расскурсовод. да это тяжело целый день дома сидит заперти так с ума сойти можно ладно как скажешь интересно мне дубинку мою видно да он моя дубинка у него какая-то крутая дубинка у него это не дубинка не очень могу понять что это такое а это наверно булава точно не дубинка нифига себе блин с булавой ходит охранник тоже мне блин за что я опять нашел какое-то гнездо дубинка Продолжение следует... 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 Наверное, я погорячился Наверное, я погорячился Так, один, один И пять, двести пятьдесят А че только одну пятерку оставил? Вторую не стал, что ли, оставлять? Странно ты как-то делаешь, парень Ого Одна единичка, и все А, еще и пятерочка есть, да? Попробую перебросить Ну, как бы, ладно Это получается двести пятьдесят очков у нас, да? Хорошо, не буду рисковать больше Дам ему шанс Ну, хотя, мне кажется, он проиграет Да, он проиграл Чувак, ты проиграл Пятерка Пятерка, шестерка, шестерка, еще шестерка Ну вот, еще одно дело И на сегодня все Прозвонить конец дня и закрыть корчмы Не рановато ли? Не знаю, как было принято у вас вскалиться Но вратаем и закрываемся в этот час Разве что, когда ярмарка или праздник Тогда мы не закрываем вообще Понятно Я пойду позвоню в колокол Да, сходи Колокол висит возле ратуши Прозвони трижды Потом отправляйся в корчму на рыночной площади И просиди, чтобы корчмарь запер ее Понял, сделаю Да, пока не забыл Врата я запрещено по ночам ходить без факела Вот, держи Да у меня как бы был факел Три раза позвонить в колокол Хорошо Жалко, вот на общем экране Не видно, сколько примерно сейчас времени Так, полчаса надо заходить куда-нибудь в меню Да, и смотреть, что Сейчас уже почти полдесятого вечера Где-нибудь здесь было бы на экране видно Было бы вообще классно Но они, я так понял, чехи Прямо вот реально Сто процентный Типа реализм должен быть Во всем абсолютно Никакого прицела при стрельбе с луком Сложная боевка Никаких тебе направляющих И всего остального О, здорово, пан Далеко до этого еще колокол отойти? А здесь у нас что? Новое занятие Ага И что-то как-то я не замечал здесь Колокола А, вот он Закройте корчму на рыночной площади Далеко до этого О Священник Это пекарня, пекарь А каноник заборства Венестислава Валамутса Упился в вздрызг И вытащил свинью на рыночную площадь Оседлал ее И так верхом Выехал из города через ворота Тогда мы поняли Мы поняли, что добром это не кончится И поехали вслед за добрым каноником И что, вы его нашли? Мы нашли эту скотину в хлеву за кранау Я про скотину с танзурой на голове Свиньи мы больше не видели А каноник спал с беспробудным сном в свинарнике Рыбак рыбака видит издалека Видать, это верный для свиней святош Выпьем, паны За свиней и святош Да сохранит Господь их сало Пан Ян, прошу меня простить Но я бы хотел... Что хотел? К нам присоединиться? Поставить нам выпивку? Увы, мы не пьем с крестьянами Тут тебе не деревня, парень Нет, пан Урочный час пробил Карчма закрывается Вы слышали? Пока я тут сижу, ничего не закроется Если все, ты свободен Парень, ты рехнулся Не спорь с паном У него характер медведя Шатуна Я бы на твоем месте свалил отсюда Пока он его не показал Рихтераш приказал закрыть карчму В положенное время Он не хочет, чтобы после отбоя Тут нарушали покой Рихтераш? Пусть поцелуют меня взад Надеюсь, ты не забыл, кто господин вратая Нет Это воля пана Ганнуша Да? И где он? Может прячется под столом? Нет Тогда его приказы не стоят У пука в бочке Ну и потом Он тут всем заправляет Только до моего совершеннолетия Ну, до этого явно еще далеко Довольно Не смей так со мной говорить Я знатного рода Панови, панови Вы же не будете тут драться Как не драться? Эта деревенщина должна знать свое место Окей, подеремся Давай-давай-давай Выносливый свой Заполняй-заполняй-заполняй-заполняй Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай Святое распятие Что в имя господа тут творится? Ну? Отвечай, черт тебя возьми Этот крестьянин оскорбил меня Его нужно было проучить Валяюсь в грязи, как свинья Воистину отличный пример благородного поведения Пан Ганнуш, ты хоть раз приказал мне закрыть кольчму и я Молчи, закрой с вороты благодаря небеса Что ты подчиненный Рацига Ты ума лишился, поднимая руки на пана Теперь ты, Ян Сколько раз я говорил тебе, что пить с подчиненными полезно для их настроя Но плохо для твоей чести Ты дни напролет пьешь, да за девками бегаешь Но я бы закрывал на это глаза, если бы ты не пренебрегал своими обязанностями И видишь, до чего ты докатился Завтра ты идешь со мной на суд Я буду решать тяжбу между землевладельцами Тебе очень полезно будет послушать Я собирался на охоту Но если ты считаешь, что мне полезно слушать бессмысленные препирательства старых болванов То так тому и быть Ха? На охоту? Что ж, Паныч, можешь ехать на охоту Правда? Кто я такой, чтобы препятствовать Пану Птачику в его развлечениях? Но ты возьмешь Генри Пожем Его? Ни за что Ты сделаешь, как я приказал Тебе давно пора учиться вести за собой людей А не только пить да гулять А теперь пошел вон с глаз моих Пан, я отвечаю перед рихтражем Больше нет Теперь ты отвечаешь перед Паном Птачиком Тебе тоже давно пора научиться Как-то надежать себя со знатными людьми Нам пора Передай на кухню, что я голоден после долгого пути Да, уму разума тебя научат, надеюсь А ты-то как-то болван, блин Не можешь никак себя сдержать Сразу влезешь в каждую бочку, блин Затычка Ну-ка, корчмарь, постой Слава Иисусу Христу Может быть Ты сын кузнеца из Скалицы, верно? Ты можешь пригодиться местному рихтражу У него есть кое-какая работа для беженцев из Скалицы Но он не знает точно, кто на что складится Только вчера тот на это жаловался Еще Что-то никто в голову не приходит Ну окей То есть, получается, есть еще одно задание Хорошо Что у нас в итоге по Заданиям вообще Найти пана Птачика и отправиться с ним на охоту Как бы я не очень-то Сильно хотел сейчас идти На охоту с этим паном Побочный ухажер Поговорите до полудня С Терезой, девушкой с мельницы До полудня Ну, в принципе, если пойти поспать То будет нормально Найти соловьев А где их, кстати, искать-то? Этих соловьев Да, что-то как-то пока не понятно С этим заданием там Враника Направление Враника А как тут понять, где направление Враника? Новое задание Да, кстати, нам же, получается, надо будет еще подраться Ага Во-во-во Теперь хотя бы понятно Куда? В какую степь пить? Это далековато Ухажер сюда Куда-то туда, получается Нет, туда пока далековато нам Сокровища тоже далековато Добрый вор Ну, это, наверное, скорее всего Мы ему просто заплатим Да и все Про шкуру тоже где-то там Месть неизвестна Добыча у нас получается вот здесь Я предлагаю нам выспаться И утром уже Посмотреть, куда нам лучше пойти Сделаем сейчас быстренько Перемещение Отоспимся и Потом пойдем выполнять задание Все равно сейчас все спят А, нет, этот не спит А, кстати, сколько у меня денег? Может быть, ему сразу отдать Если мне, конечно, есть только денег Девяносто девять Ого Неплохо так Неплохо Может быть, я тебе смогу Долг вернуть? У меня есть гроши Чтобы расплатиться А я-то уж решил Что у тебя горшок вместо головы Давай сюда Предложение о работе в силе Меня это не интересует Взламывать замки Карманным кражем Нифига себе Хм, интересно Ну-ка, давай поговорим Можешь мне рассказать Каков у себя местный правитель? Пан Гануш? Своих в обиду не дает Но и спуску от него не жди Время теперь такое Что он и сам Своими ребятами Того и гляди Покажет кое-кому Где раки зимуют Каков у себя этот пан Ян Птачек? Ах, лыж, что ты бестолковый Пану Ганушу пора вбить В его пустую башку немного ума А то страшно и подумай Что начнет твориться Когда он тут Заправлять всем начнет Ты знаешь Ратаевского сотника? Угрюм из козел Но зато честный Я так скажу А как там Скалетские? Этих на бог за гряки Послал, небось Бездельничают Да подбираются Рядом с такими За вещами Приглядывай в оба Скорей бы они уже Свалили отсюда Что думаешь О случившемся? Я в дела господ не лезу Но вся эта заварошка Бьет меня с разбегу Да помощнее Братьям самим бы Меж собой разбираться А нас не втягивать Да мне с высокой башни на то Кто у нас король Но тот самозванец венгерский У меня уже в печенках сидит Слышал что-нибудь Об этих половцах? Кто поганёшь У себя китун притащил? А ты зачем спрашиваешь? Своими глазёнками Видал же Что они вытворять могут Это всё Расскажи мне О других мельниках Нас здесь трое Ещё Войтек В кухельнице И Симон В Сазаве Войтек Расскажи мне про Войтека Он молодой Горячий Очень вспыльчив Но если получше Узнать его То он отличный парень Сердце у него на месте И он всегда готов помочь Только вот он ввязался В ссору с ростовщиком Вольфрамом Прудой Скользкий тип И теперь они Враждуют Симон из Сазавы Странный парень Одиночка Болтать не любит По характеру Чистая Гончая Если уж Вцепился во что Зубами Доведёт до конца Даже если Идти придётся По трупам Чё-то какие-то Мельники Все прям Серьёзные Мужики Блин Расскажи мне О себе Да что тут рассказывать Я родился на мельнице Живу здесь Да и умру тоже здесь Но до того У меня много работы Я надеюсь Снова увидеть мир На своей земле Так То о чём ты просил Я не хочу этого делать Я выплатил то Что был должен тебе И аптекарю На мне нет долгов Эх ты неблагодарный Щенок Что ж Поступай как знаешь Если тебе что-то Понадобится Не приходи Прощай То есть я с тобой Не могу разговаривать Да? Моё почтение Почему ты связался С воровством? Лихи времена Урожай погиб Зерна не было Мельница стояла Без дела А мне надо Кормить ребёнка У меня выбора Не было А паны в замке И монахи Монастыре Набивают животы Разве это справедливо? Значит ты решил Взять справедливо Свои руки И сам берёшь То что тебе нужно Вынь голову из задницы Генри И оглядись вокруг То мир То война Но ничего не меняется Бедняги умирают Богатые Получают прибыль Надо же как-то выживать А мораль в этом Не поможет Как продавать краденое? Никто мне краденое не купит Покупать и продавать краденое преступление Но если эти вещи ценные Я могу Последить за тем Чтобы они были в порядке Покупать я их не буду Но я могу взять их на хранение И дать тебе гроши За то Что ты следил за ними раньше То есть Вот кто-то что-то потерял Я это нашёл И могу принести это тебе На хранение А ты заплатишь? Да Так и есть Продать краденое? Кинжал какой-то у меня есть А, так это его Это его снаряжение Да у меня и краденого Твоего ничего нет, парень Ты о чём вообще? Так Вот это вот если продать А, я же не продаю Правильно Не, я пока не хочу этим заниматься Можешь научить меня? А, подожди У тебя есть для меня работа? Конечно есть И ты удивишься Но это опять кольцо Как в прошлый раз На этот раз всё в порядке Работа верная и непростая Кому же я ещё могу предложить такую работу Кроме как специалисту по кольцам? Дело в том, что один богатый горожанин Забыл в купальне кольцо Когда ходил к девкам Он был слишком пьян И ничего не заметил Теперь он хочет получить его обратно Но в купальне не сознаются Что кольцо у них Почему он не обратился к Рихтержу? Почему? Потому что он не хочет Чтобы все знали о том Что он ходит в купальню А девушки из купальни Не продают кольцо Потому что боятся Что в конце концов Рихтерж займётся его поисками Почему бы нам не облегчить им жизнь? Хм... Ладно, почему бы нет Можете рассчитывать на мою помощь Не волнуйся Ты в накладке не останешься Кольцо спрятано в сундуке В покоях хозяйки купальни Как только заберёшь его Возвращайся ко мне Блин, надеюсь, что Кольцо реально Того Богатея А не Просто Кража реальная Давай попробуешь Научить меня Карманным кражам Ну да Почему бы и нет Ты парень довольно проворный На вас трижется Я не сомневаюсь Пойдём за мельницу Там нас не увидят Окей Хорошо Так правда темно Блин, нифига не видно Хм... Собрать можно Я думал Просто картинка Нет, а сама Можно собрать Я встану здесь И притворюсь Что тебя там нет Попробуй подкрасться Незаметно Ко мне сзади И вытащить что-нибудь Из моего кошеля Прежде всего Тебе нужно Смотреть кошель Чем дольше Ты будешь это делать Тем выше вероятность Найти что-нибудь ценное Но и шанс попасться Тоже выше Как только ты нашёл Что-то себе по душе Вытаскивай осторожно Но достаточно быстро Так, чтобы я не заметил Попробуй красть мой кинжал Он там же Среди других вещей Угу То есть полчаса надо попасть в какую-то, наверное, зону. Наверное, скорее всего, зелёную какую-нибудь, да? Да ё-моё. Не, походу, кража-то не моё. Ни фига непонятно, что... Да чё такое-то? То есть надо попасть в вот этот миллиметр? Серьёзно? Может, надо просто подольше времени взять? Хоу. Молодец, я почти не заметил тебя. Думаю, ты уже готов попробовать красить по-настоящему. Лучше всё тренироваться на пьяных или спящих. Так ты не угодишь в темницу, ещё даже не начав толком. Спасибо тебе, пешик. Пожалуйста, но вот кинжал мне вернуть придётся. Да без проблем. Без проблем. Ладно, карманник. Пошли, в общем, спать до утра. Кое-как научились этим карманным кражам. Кое-как. Всё, отлично. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами Базар Бабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok